Доброго всем дня, друзья! Меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Last Day on Earth, либо же последний день на земле. Вы меня очень часто спрашиваете, когда же в игре будет новое обновление, когда наконец-таки добавят онлайн, кланы и будет ли все-таки вайп. На самом деле, вчера я зашел в официальную группу ВКонтакте по Last Day on Earth и увидел от разработчиков очень интересный пост, где они про все вот это рассказывали и хотел бы сегодня с вами этим поделиться. На самом деле, начнем мы, наверное, с вайпа, потому что это самая такая популярная тема, которую чаще всего все затрагивают, очень часто спрашивают и, в общем-то, давайте начнем. Они пишут то, что изначально они полностью хотели обнулить прогресс, который мы набили в бета-версии, но потом у них появилась возможность хотя бы немножечко процесса, ну, часть процесса, все-таки сохранить, и они постараются сделать все, что можно, чтобы как бы сохранить максимальную часть. Но при этом все, какая-то часть все равно будет полностью обнулена, например, они пишут то, что это изученные чертежи, но очки исследований будут возвращены. И это очень странное предложение, потому что немножечко непонятно. Пишут то, что изученные чертежи, очки исследований будут возвращены. И непонятно, как они будут возвращены, потому что они могут сохранить левел, и все очки, которые мы набили, ну, для навыков, они могут сохранить. либо они полностью все обнулят, все чертежи и дадут изначальное количество вот этих вот очков. Ну, я не помню, сколько их на самом деле было, но не так уж и много, и на то, чтобы изучить, у нас не особо хватит. Также, ребят, хотел сказать то, что те люди, которые донатили в игру, они, конечно же, получат свои вещи, которые они купили за реальные деньги после вайпа, то есть они пишут, что ресурсы, купленные за реальные деньги, они будут в любом случае возвращены после окончания бета-теста. Так что, те, кто донатил, не расстраивайтесь, у вас все, что вы покупали, не пропадет, и пропадет только именно то, что вы набили, когда играли и тому подобное. Еще они пишут по поводу обновлений, заявляют то, что на следующей неделе, наконец-таки, будет реально большое серверное обновление, а далее будут уже рейды. Из менее масштабных обновлений ближайшая будет добавка новых языков. И, в общем-то, ребят, хотел бы поговорить про вот это вот большое серверное обновление. Скорее всего, это подразумевается то, что будет, наконец-таки, добавлен онлайн, что на самом деле очень классно. Может быть, уже будет, кстати, добавлены сразу и кланы, наконец-таки откроются смотровые вышки, все это можно будет делать. Откроется другая часть карты, и игра станет уже намного интереснее. Еще, ребят, хотел сказать по поводу транспорта. Если все-таки в игру ведут онлайн, то получается то, что мы сможем отправиться к тем соседям, которые находятся на другой части карты. Там же, где находятся смотровые вышки и другие локации, в которые можно попасть только при наличии транспорта. Ну, получается то, что после обновления мы все-таки сможем, наконец-таки, полноценно соврать и мотоцикл, и вездеход. И у нас также откроется куча новых крафтов, потому что на той части карты у нас находятся локации, в которых есть новые ресурсы. А эти новые ресурсы нам помогут скрафтить, ну, новые различные вещички, что на самом деле очень классно. И все, это меня очень сильно радует. Еще, ребят, хотел сказать по поводу розыгрыша в ролике про Бункер Браво, где я его полностью золотал, а потом лут, который я там получил, просто слил в красной локации. На самом деле, я уже в тот момент знал про вайп, который будет, и подумал, почему бы не сделать так. Так будет гораздо эпичнее, и потом после вайпа я все равно смогу туда сходить еще раз, и потом уже его спокойненько залутать. Просто я подумал, типа, уже ютуберы некоторые делали то, что спокойненько лутают этот Бункер, а потом себе весь лут забирают. А так как я еще никто не делал, я подумал, почему бы не сделать это первым. На самом деле, мне, наверное, сейчас многие не поверят, но это только ваше дело, и на самом деле все это было спланировано. Я просто не ожидал то, что вы будете ставить так много дизлайков за это, я думаю, вы наоборот как бы оцените это. Но что-то как-то вам не понравилось, вы меня начали все обзывать, я такой, ну, думаю, ладно, объясню вам ситуацию, все как было. Но все-таки что-то не очень хорошо получилось, но да ладно, ребята. Если что, если вам прям так хочется, чтобы я прям жестко там все залутал, все сохранил, то после вайпа мы это обязательно сделаем. Я уверен то, что как бы, ну, вот это наличие Бункеров 100% обнулится, и туда мы еще раз сможем вместе с вами сходить. На этом, ребята, ролик подходит к концу, я надеюсь то, что он был для вас информативным, я надеюсь то, что вы рады, что в игре скоро будет обновление. Еще раз повторюсь то, что оно планируется на следующей неделе, что достаточно уже скоро, и я этому тоже очень сильно рад. Напишите по поводу этого обновления свое мнение в комментариях, потом поставьте лайк, если, конечно, хотите, подпишитесь на мой канал. И всем огромное спасибо, удачи и пока-пока.